15.00 среда, в эфире онлайн-трансляция телевизионного проекта редакции газеты «Советская Беларусь» «Твое сегодня». Сегодня мы собрались поговорить о кино и пригласили в студию профессионалов. Это генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм» Олег Игоревич Сильванович. Добрый день. Добрый день. И руководитель частной кинокомпании «Нон-Стоп-Медиа» Сергей Эдуардович Жданович. Добрый день. Хотя мне сказали, вас можно представлять и как композитора, и как и продюсера. Как вам удобно. Давайте перед тем, как мы начнем разговор с профессионалами, мы напомним зрителям, что работает интерактивный чат. Вы можете задавать свои вопросы, вы можете обсуждать тему кино будущего Беларуси. К сожалению, у нас масса молодежи плохо еще знает историю беларусского кино. Поэтому перед тем, как мы начнем, я предлагаю небольшой сюжет об истории Беларусьфильма и об истории вообще беларусского национального кино. Первый кинотеатр в Минске открыл в 1900 году предприниматель Рихард Штремер в доме Роковщика на Захарьевской улице. Первоначально в нем демонстрировались диапозитивы, потом немые фильмы. В 1908 году Рихард сам начинает снимать хроникально-документальные фильмы, среди которых лента о полетах знаменитого русского авиатора-первопроходца Сергея Уточкина над Комаровским полем в Минске. Однако официальную историю беларусский кинематограф ведет 17 декабря 1924 года, когда вышло постановление Совета народных комиссаров о кинопроизводстве в БССР. В тот же день при Наркомате Просвещения создается Государственное управление по делам кинематографии и фотографии – Белгоскино. Были сняты первые хроникальные кадры о событиях тех лет. Сегодня это профессиональный праздник отечественных кинематографистов, установленный указом президента в 1994 году. В 1926-м белорусские зрители увидели первый отечественный боевик «Лесная быль» Юрия Тарича по повести Михося Чарота «Свинопас». В 1928 году на экраны выходит фильм Владимира Гардина «Костусь Калиновский». Вообще, наш кинематограф вполне заслуженно носит гордое имя «Партизан фильма». Как начали в 20-е годы с партизанской тематики, так до сих пор тема борьбы народа за социальное и национальное освобождение не покидает умы отечественных киношников. Ну вот, а мы ждем. Думали, не дождемся. Среди них есть настоящие шедевры, когда гениальная литературная основа сочетается с талантом режиссера и великолепной игрой актеров. Ты, однако, молодец. Возьми. Способный, падла. Слюсь, слюсь. Сказать, что все наше кино про войну тоже нельзя. Вспоминаются веселые и озорные мюзиклы про «Буратино» и «Красную шапочку». Хочет поймать Буратино? Синьор очень хочет. За деньги мы вам приведем хоть своего черта. За деньги. Знаменитые «Белые росы» неизменно входят в золотую коллекцию советского кинематографа на большинстве телеканалов в нашей части света. Тимофей, что ты с нашим балетом сделаешь? Это он жизни радуется. Жить будете на балконе. Вроде сдох. Как и сдох. Уже? Меня зовут Орликино. Вспомнила. Даже перестроечный мейнстрим «Меня зовут Орликино» был очень популярен в свое время и собирал полные кинозалы. Сегодня, к сожалению, отечественный кинематограф громкими премьерами не радует. Наверное, это объективная реальность. Несмотря на то, что белорусское кино почти ровесник Голливуда, очевидно, что потенциал разный. А вот интересно, сами белорусы какое кино хотели бы видеть? Любая тема, которая касается нашей страны, ее развития, взаимоотношения между людьми. Главное, чтобы она не подражала американским. То есть какая-то изюминка должна быть в фильме. Но, наверное, про Беларусь, скорее всего. Мне такие исторические нравятся. Приключенческие исторические. История и, наверное, может быть, о любви. Комедии какие-нибудь желательно посмешнее. Возрасткое кино должно быть о жизни людей, подростков, молодежи, об искусстве. Ну, в общем-то, наверное, самые стандартные, ну, не бытовые, а вечные темы. Тайны какие-нибудь в Беларуси, какие-нибудь такие интересные, что загадки. Ну, типа, может, там, замок Радивиллов, что-нибудь такое. О любви. Про хоккей, ну, про наших, там, про Гробовского, про Костицыных, что-нибудь было бы интересно. В принципе, о чем угодно, важно, как сделано вот это самое важное. Должна быть белорусская культура, там, белорусский язык. То, что у нас, как бы, как правило, все забывается. И меньше американского кино. Больше белорусского, больше про природу, про людей, про нашу жизнь. Можно и про любовь, можно и про прошлые годы, и про военные годы снимать. Можно очень много снимать еще все о том же, что было. И все равно будет интересно, если хорошо, будет снята. Белорусское кино отпраздновало свое 90-летие. То есть, огромная дата. Так, все-таки, это 90-летний старик. Это молодой человек, который родился во времена независимости, 20-летний. Или это новорожденный, которому еще многое-многое предстоит. Наверное, вы, как руководитель Беларуси, фильма начнете. Ну, я думаю, все эти возрастные срезы, они все актуальны. В зависимости от того, какие задачи мы ставим и по какому принципу мы делим. Потому что, если мы берем с точки зрения мудрости и опыта, конечно, 90-летний, как бы сказать, аксакал. Если мы берем, как сказать, вошедшего в силу, в рост, то, наверное, это 45-50-летний профессионал. Ну, а если мы говорим о старте молодых режиссеров, людей, которые войдут из сегодня в завтра белорусского кино, то это, конечно, 25-30 лет. Поэтому все эти возраста, так или иначе, они находятся в увязке с понятием белорусского кино. А какое будущее кино белорусского, как вы считаете? Хорошо ответить на вопрос, какое будущее кино. Потому что белорусское кино является частью мирового кинопроцесса. Так вот, будущее кино – это кино, которое постепенно все-таки уйдет в интернет. И то, что останется… Так оптимистично, что белорусское кино является частью мирового кинопроцесса. Ну, а почему оптимистично и не оптимистично? Это же факт, потому что, если мы присутствуем на Каннском кинофестивале, если у нас есть павильон на Каннском кинофестивале, Если мы идем по красной дорожке Каннского кинофестиваля и получаем призы на Каннском кинофестивале, который является фестивалем номер один. Это что, не подтверждение того, что белорусское кино является частью мирового? Какой фильм получил приз? В Тумане получил приз на Каннском кинофестивале. Это игровое кино? Игровой фильм, да. Безусловно. Но это проект совместного производства, что является общемировым трендом сегодня. Потому что сейчас большая часть фильмов, особенно снимающихся для красной дорожки, так называемых, это фильмы, которые работают в Копродакшн. Потому что это фильмы, которые не мотивированы на экономическую эффективность. Сергей Дурович, вы как представитель нового такого бизнес-кино. Как вы на этот вопрос ответите? Какое оно сегодня? Я согласен, что Беларусь представлена на Каннском фестивале. И в частности, наша компания тоже была возможность представлять свои какие-то проекты, которые абсолютно связаны с Белоруссией, с национальной культурой, с интересами. И хочу сказать, что Беларусьфильм, национальная киностудия, безусловно, это флагман. А частные компании, такие как наша компания, мы должны идти в партнерстве. И это нормально, это мировая практика. Я приведу пример Universal Studios. И там достаточно большое количество маленьких независимых компаний. Что Universal Studios финансирует государство раз? Там другая система. Там другая система, но тем не менее, там есть государственные гранты тоже. В зависимости от какой это проект. Если это проект национальный, он, безусловно, еще и финансируется фондами из государства. Но тем не менее, никто не идет один в одиночку. Всегда есть некая кооперация. И действительно, в Белоруссии сегодня хорошее, выгодное условие для того, чтобы создавать качественные проекты международного уровня, международного масштаба в различных жанрах. И выходить на мировую арену. Поэтому есть... Понятно. Скажите, друзья, вот вам не кажется, что со времен Советского Союза и в России, и даже в маленьких республиках остались какие-то амбиции вот такого советского времени? Нам обязательно надо иметь национальную киностудию. Или нам надо обязательно выпускать национальный телевизор «Горизонт». То есть, во многих небольших странах таких амбиций нет. Но нет, может быть, денег, возможностей. Они как-то по-другому себя находят в кино. Стоит ли нам вот уподобляться этим амбициям и думать, как нам, государству, маленькому, небогатому, содержать «Беларусьфильм», как нам обязательно ли это нужно делать, обязательно ли на нем нужно национальное кино и так далее. Давайте еще раз уточним. Что значит «содержать Беларусьфильм»? То есть, вы хотите сказать, что «Беларусьфильм» на самоокупаемости? Абсолютно. На полном возрасчете уже несколько лет. Мы не получаем на содержание киностудии ни копейки из бюджета. Идет конкурс. И на конкурс мы выдвигаемся вместе с любой частной компанией. И получаем, либо проигрываем проект, либо не проигрываем. Государство финансирует кинематограф в Беларуси? Государство финансирует кинематограф Республики Беларусь. Но не киностудия «Беларусьфильм» мы примуем. Вы имеете какое-то преимущество в ходе этого финансирования? В ходе определения победителей конкурса. Но это независимая конкурсная комиссия. Там не работники киностудии «Беларусьфильм» работают. Штатные. И они определяют это, на мой взгляд, достаточно объективно. Потому что, если брать по проценту, то «Беларусьфильм» выигрывает иногда 40%, иногда 60%. Но это связано с тем, что не подросли еще конкуренты. Вы считаете правильным, что государство финансирует кино вообще? Вы считаете правильным, что государство финансирует белорусский балет, белорусское изобразительное искусство, или финансирует спорт? А белорусский язык нам нужен вообще или не нужен? Нет, но вы за то, чтобы белорусское кино финансировалось государство? Мы должны определить, здесь есть одна большая проблема, что кино – дуальная природа. Или, скажем, двойная природа. Это индустриальное искусство. Так вот, когда мы говорим про бизнес, это, конечно, индустрия. Когда мы говорим про искусство, нам надо искусство или нет. Если оно не надо, давайте закрываться. Задача, которая ставится при производстве. Например, задача дебюта, она одна. Задача фильма, рассчитанного на кинофестивали, совершенно другая. И задача фильма, который должен стать экономически эффективным. Три разных задач. Если экономическая эффективность… А невозможно объединить? Невозможно. Невозможно. Есть коммерческие проекты. Есть коммерческий проект, совершенно правильно говоря. А есть арт-проекты. А есть арт-проекты. В американском кинематографе есть масса фильмов, получивших «Оскар». Они и коммерческие, и интересные, и смотрибельные. Подождите секундочку, мы говорим про кинофестивали. «Оскар» – это награда, внутренняя награда американской киноакадемики. О, она популярная. Подождите, это лучше по профессии. Это другая тема. Кинофестивали – это совершенно другая тема. Мы должны четко разграничиться. Если мы начнем все смешивать, мы ничего не поговорим. Если мы начнем все смешивать, мы получим фильм, например, «Титаник», который и интересный, и смотрибельный, и коммерчески оправданный. Ни на одном кинофестивале у нее был представлен. Ну и черт с ним из кинофестиваля. Тогда надо определять, какую задачу мы ставим. Мы ставим задачу, чтобы было интересное, смотрибельное и посещаемое белорусское кино. Но в то же время и зарабатывать деньги. Нет, это только одна задача. Потому что если посещаемость, то это зарабатывание денег. Вы считаете, что государство должно финансировать проекты, которые неинтересны и непосещаемы, но они несут большую национальную идею? Это передергивание. Не может быть национальной идеей, неинтересна нации. Пример. Вот проект Туфельки, который был создан, несколько стран, и Беларусь участвовала как флагман Министерства культуры. И это был большой международный проект. Масса наград. Из Монте-Карло в Беларусь приехало шесть наград самых основных. И я считаю, что это победа. Это хороший пример, когда государство финансирует такого уровня проекты. Есть проект, как мы говорим, конкурсные проекты. Там четко прописаны критерии. Когда был конкурс на создание национального проекта, четко было прописано, что мы должны выполнить, какая сумма, какие критерии, звезды класса А, дали определение, так дали определение, какие критерии, должны быть номинанты и так далее. Мы идем по этому пути. Но наша задача достаточно сложная, потому что в каком-то смысле слова мы проходим впервые этот путь. Вы сейчас говорите о фильме «Авель», наверное. Да, рабочем названии «Авель». Здесь у нас сразу пришел вопрос, кстати, уже коль об этом. То есть, что снимается фильм «Авель», кто его режиссер, о чем этот фильм. Говорят, что сценарий писал американец, слышали, что его финансирует государство. Тогда почему снимает частная киностудия? Вот только вкратце. Вкратце. Потому что был открытый конкурс, где принимали участие все. С этим понятно. С этим понятно. Что касается режиссера, почему американский? Ну, потому что фильм рассчитан не только на белорусскую аудиторию. То есть, режиссер американский. Режиссер американский. Вильям де Виталь, который имеет корни, опять-таки, из Советского Союза. Соответственно, знает русский язык, знает американские технологии. И проект не просто должен остаться внутри страны. Он должен был как-то попасть на американский рынок, на театрикал-релиз, так сказать, получить. Чтобы был какой-то прокат, пускай минимальный, но для этого нужно работать. Для этого нужно, конечно же, приглашать хоть каких-то неймов американских актрисы, актеры и так далее. И мы пошли по этому пути. Если бы уже был алгоритм кем-то проделанный, конечно, было бы легче. Я прерву нашу беседу. Зрителям мы сейчас предложим посмотреть небольшой эпизод, трейлер фильма. Да, Альвер. И потом продолжим. Мы еще разговариваем. Мы еще разговариваем. Мы еще разговариваем. Мы еще разговариваем. Когда люди потеряют их жизнь... Вы уничтожаете инфлюенсы от большей силы, leading к self-destruction. Мы называем это... ... «Коад о Кейне». «Коад о Кейне» ... «Коад о Кейне» ... «Коад о Кейне» «Коад о Кейне» Сергей Эдуардович, по вашему мнению, какое кино в Беларуси должно успешно, его критерии? Все-таки мы так точно и не определились. Да знаете, критерии должны быть, на мой взгляд, если упростить, два критерия. Либо это коммерческий проект, либо это арт-проект. Если мы говорим, что это коммерческий проект, значит нужно следовать четко по правилам коммерции. Бизнес-план и так далее. Например, если взять американскую модель. Вы намекаете на то, что Беларуси не способны коммерческий проект? Почему я не намекаю? А какой коммерческий проект? Я считаю, например, и Бразерс, вот я как продюсер, я его стараюсь сделать коммерческим. Почему? Потому что задача не просто создать проект и поставить для себя галочку, а пустить проект в кинотеатры, сделать мировую премьеру. Естественно, если это произойдет, это будет некая коммерческая прибыль. Прибыль, которая придет сюда, в Беларусь, она будет потрачена на следующие проекты, которые связаны с национальными интересами. Можно сказать не прибыль, а доход. Доход, да. Это могут быть опять-таки проекты совместные, потому что в любом случае, ну вот мы частная компания, но как мы можем сравниться, например, с национальной киностудией? Да никак. И не надо сравниваться. Есть какой-то проект, мы должны предложить, аргументировать, предоставить бизнес-план. А Беларусь фильм со своим масштабом, мы должны принять, не принять это. Если мы говорим о конкурсах, например, пройдя сам всю эту, я считаю, что неплохо было бы и правильнее было бы сделать некий фонд, опять-таки, который аккумулировался на базе Беларусьфильма. Беларусьфильм должен выступать как, в хорошем смысле слова, некий монстр, который распределяет. Зарекомендовал себя, мы с тобой работаем. Зарекомендовал себя, мы с тобой работаем дальше. Понятно, это уже взаимоотношение Беларусьфильма сейчас, ну это не детали, это важный момент. Вы знаете, вы извините, вот когда мы говорили о Евровидении с продюсерами нашими белорусскими, они сказали, вы понимаете, Евровидение это не конкурс. То есть мы сейчас говорим об Оскаре, вы говорите, ну Оскар. Знаете что, я вам скажу так, все эти конкурсы, на самом-то деле в каком-то смысле слова. То есть мы говорим о том, что наши дети не ходят и не знают, мы делали опрос на улицах вообще белорусского кино, ну это ерунда. Мы снимаем что-то такое, что знают там вот избранные. То есть я пытаюсь честно спросить, так сказать, а в конечном итоге, как сделать кино, на которое ходят. Вот у нас человек, например, спрашивает, банальную вещь, чат пришло, украинцы сняли прекрасный сериал Сваты. Почему мы не снимаем подобных сериалов? Почему мы все время клеймо про войну и партизан снимает Беларусьфильм. Вот опять в августе 44-го, Брестская крепость, про каких-то снайперов. То есть я про это хотел поговорить, а то, что там на каком-то закрытом фестивале, который никто из зрителей не знает. Это 90% точно. Кто-то кого-то отметил. Ну ради бога. Хотите, я задам вопрос. Как вы думаете, в прокате фильмы «Оскар» собирают кассу? Ну думаю, да. Ну по крайней мере об этом пишут. Я вас разочарую. Нет. Не получают. И я не беру сейчас белорусский кинопрокат, я беру российский кинопрокат. Второй вопрос. Я не критикую «Оскар». Я просто хотел сказать, что «Оскар» это американская киноакадемия. А почему нас с вами не интересует российская киноакадемия, где Беларусьфильм получает главные призы периодически? Вот почему мы это не интересуем? Беларусьфильм получил белорусский главный приз, о котором… Пожалуйста, анимационный фильм «Бах». Ну значит, по которому все знают, вы меня извините, это не аргумент. Потому что сидит человек и говорит, а я, например, не знаю, значит это уже не все. Нет, ну понимаете, мы говорим о массовом искусстве. Понимаете, можно там не знать какие-то вещи, которые не обязательно. Ну, искусство не бывает массовым. Ну почему кинематограф? Потому что есть русский театр, и туда идет ограниченное количество людей, которые… Это искусство. Тогда к нам приехал Кустурица, его президент поздравил. Все знают, да, хотя это очень специфичный режиссер, но все знают, что вот Кустурица, это знают. Кого из белорусских режиссеров, актеров знают на просторах СНГ так ярко, кроме Костюхина и так далее, тех советского времени актеров, которые снимаются в сериалах? Ну, нашей стране только 23 года. Подождите, актеры еще не подросли. Растут лет через 10, узнают. Кстати, о Кустурице вспомнили, говорят, что «Беларусьфильм» с ним какой-то совместный проект. Да, мы подписали первое соглашение, но не с ним напрямую, подписали с французской компанией. И сейчас, в конце этого года, должно состояться выделение фондов израильских кинофондов, а после этого вступают французские деньги. И до 1 марта мы должны подписать уже окончательное соглашение на кинопроизводство. В сентябре начинаются съемки. Кустурица приезжает 12 декабря. Что это за фильм, о чем-то? Вы будете разочарованы. Это фильм о белорусских партизанах. Понятно. К сожалению, вас это не стоит. По поводу того, какие сериалы мы снимаем, я могу сказать. Это не все сериалы о войне. Мы сейчас сняли сериал «Ой, мамочки, 12-серийный». Это, извините, про роддом. Все 12 серий. Мы сняли, например, сериал совместный со компанией «Стро Медико», который называется «Волчье солнце». Это вообще 20-е годы. Это шпионский такой сериал. Поэтому все назвать о войне нет. Но вы должны понимать, что мужская линейка оплачивается по-другому. Она идет в прайм-тайм. И стоимость экономической эффективности… Что такое мужская линейка? Это линейка фильмов для мужской аудитории. Те, которые определяют рекламодатели. Понимаете, да? Поэтому идет прайм-тайм. Прайм-тайм – это другие деньги. Скажите, есть ли у нас авторское кино? Вот как вы считаете? То есть, есть ли вот звезды… Я понимаю, что там сравнивать Феллини, Кустурица, Тарковский – это слишком громко. Но, тем не менее, какие-то свои яркие режиссеры, актеры. Вот, пожалуйста, я поддерживаю проект «Белые росы», Александра Бутер. На мой взгляд, это перспективный режиссер, который состоится. Есть молодые режиссеры, есть там Кирилл Нунг, которому как-то мы тоже и содействовали в его авторской работе. Сейчас ведь что происходит? Мы еще достаточно молодые. Нельзя следить, например, о каких-то стартапах на этом этапе. Нужно, чтобы время прошло. Точно так же, как о нашем проекте. Экран покажет, вот насколько было оправдано инвестирование со стороны государства в частную компанию. Вот насколько мы смогли справиться с задачей, чтобы этот фильм был и смотрибельным, и интересным, и имел еще коммерческий успех. В начале 2015 года будет премьера, и тогда будет понятно. Сейчас пока, конечно же, я буду воздерживаться, потому что зрители посмотрели тревер. Мы, кстати, предложим зрителям посмотреть тоже эпизоды с фильма «Белые росы 2». Многие его не смотрели. Мы рекомендуем потом посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а вообще ты мог свое дело открыть? Мы же не занимаемся землей. Значит, займемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы определитесь. Пять. Вот оно-то, ваше прибыльнее дело. Ты где был? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я займусь этим сама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова в городе весна уже пришла. Аисты прилетели. Ему аисты мерещатся. Они сотрут тебя в порошок. Кудус! Внимать меня тут. Время идет быстро. Давайте договор. Моя удача. Мне нужна ваша подпись. Давайте подпишем документы. Я никогда не проигрываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошее название. Я хочу сказать одно, что нам нужно самим-то научиться любить свое. И меня, например, расстраивает, когда мы воспринимаем такую критику, что как бы мы снимаем фильмы о партизанах. А о чем нам снимать-то? Это наш, извиняюсь, основной плюс, потому что именно Беларусь... Это, как в маркетинге говорят, наш сегмент рынка, который мы успешно осваиваем. Пускай даже так. Вот пример хороший. В Каннах к нам обратилась компания английская с проектом «Большим панцир-88», где они хотели бы снять на территории Республики Беларусь. Проект с Пирс Броснан, Гарри Олдман, режиссер Гарри Куртс, который это «Звездные войны». Вот, скажем так, это великие меры сего. Пожалуйста, давайте работать. Но для этого нужно показать, что мы это можем сделать. Потому что есть свои сложные задачи. А вообще, вам не кажется, что есть какая-то... Я в разговоре, извините, слышу такое самоуспокоенность, что белорусское кино, ну оно, да, оно, может быть, не получает Оскаров, но оно шикарно, оно ведет национальную идею, оно гениально, у нас все хорошо. Просто оно не для всех. Просто вы не ходите в кинотеатры. Просто вы не читаете специализированной литературы. Все-таки вы считаете успешным вообще белорусский кинематограф? У него все хорошо, у него все, я не знаю, идеально. Я считаю, что белорусский кинематограф на стадии развития. Это здорово. Я считаю, что в Беларуси можно развивать это направление. Более того, побывав неоднократно и проработав с американскими партнерами, с европейскими, я просто вижу, что Беларусь интересна. Просто нам нужно развивать эту отрасль. Не, интересно, это вы как-то уходите все-таки. Ну, Олег Игоревич, может вы скажете? Давайте я вам отвечу, что в белорусском кино давно не все хорошо. Да, давно не все замечательно. Что есть большая проблема с режиссерами. Что у нас нет авторов-режиссеров. Актеры не являются авторами в понимании. Так что не будем путать. Поэтому, безусловно, и была поставлена главой государства задача навести порядок и перевести в нормальное состояние. Но вы должны понимать, что очень большой временной задел, когда от постановки задачи до первых результатов. Да, нужно завершить реконструкцию, получить полный комплекс. Да, нужно модернизировать всю свою технику. Да, надо провести реструктуризацию. Да, нужно, может быть, выделить две составляющих, например, из киностудии «Беларусьфильм». Это производственная база, отделить ее от студий творческого направления. Безусловно, правильно говорит Сергей о том, что в Америке так и происходит. Есть производственные монстры и возле них сателлиты, которые формируют эти вещи. Но за качество, скажем, художественное отвечают сателлиты. А монстр отвечает за производственную базу. Чтобы мы с вами понимали. Поэтому, безусловно, у нас не все хорошо. И никакой самоуспокойности у нас нет. Но вы должны понимать, что для того, чтобы мы экономически были эффективны и мотивированы, у нас должен появиться рынок. Понимаете, трактор можно произвести... Внутри белорусский рынок? Абсолютно. Трактор можно произвести и продать его в разных странах. Обычно же все-таки кино является индустрией такой межнациональной, транснациональной. Обязательно нужен белорусский рынок. Вы знаете, я попытаюсь вам объяснить. Дело в том, что если очень маленькие, небольшие бюджеты рекламные на телеканалах, то и закупочная стоимость продукции маленькая. Соответственно, производить продукцию специально для телеканала невозможно для белорусского... Я поэтому и говорю, что нужно производить кино такое, которое будут показывать не только в Белоруссии, и тем самым зарабатывать. Совершенно верно. Отсюда мы переходим к пониманию того, мы по сравнению с Америкой большая страна или маленькая. Мы по сравнению с Россией большая страна или маленькая. Наша доля определяет в этой ситуации интерес большого государства или не определяет? Понимаете, да? Какой конфликт или какая культурная ситуация чисто белорусская интересует США или интересует Россию? На этот вопрос вы сами можете ответить. Понятно, да. Просто у нас, мы когда говорили о белорусской эстраде, белорусские продюсеры однозначно сказали о том, что чтобы быть звездой действительно уровня хотя бы СНГ, в Белоруссии это сделать невозможно. Невозможно. Надо ехать в Лондон, надо ехать в Москву. У нас нет продюсерского эстрадного бизнеса, они сказали. Так вот, скажите честно, у нас возможно вообще создание каких-то серьезного кинематографа высококачественного мирового уровня? Или надо честно признать, что надо подключать, как вы сказали, серьезных режиссеров США, там, не знаю, какие-то партнеров с Великобританией? Тогда мы что-то можем в партнерстве создать. Послушайте, надо взращивать в своих, это правильно. Это понятно. А как это делать? Нужно привлекать технологии, нужно инвестировать в себя. Я считаю, что в нашем проекте принимает участие американская группа, режиссер и так далее. То есть, это вот выход, выход. Нет, я хочу сказать другое. Наши белорусские ребята, специалисты, которые в кинопроме, они снимались здесь, они поехали в Америку. Это дорогого стоит. Они работали там, работали на Universal. Понимаете, должен быть обмен. Не надо стесняться или бояться учиться. Не надо бояться какой-то интеграции. И нужно находить правильно вот такие проекты, чтобы они были интересны и не только Белоруссии, но и интересны были Америке и России. Это рынок, потому что американец, американский зритель не пойдет на проект, на фильм, где вот только про белорусских партизан. Белорусам это интересно. Нужно искать какие-то компромиссы и драматургии. Ну, я могу сказать так по поводу защиты белорусских партизан. Тем не менее, в тумане прошел в Америке кинопрокат. Вообще был мировой прокат. У нас есть... Я сейчас говорю про... Нет, нет, я сейчас не стебаюсь к этому поводу. Что касается... Безусловно, кино... Мы с точки зрения кинематографии находимся во вторичном положении. Понятно, мы должны идти за флагманами. Понятно, что мы должны учиться. Понятно, что... Ведь модернизация говорит о том, что мы не догоняем какой-то определенный современный участок производства. С точки зрения производства, какие-то услуги, безусловно, у нас находятся на мировом уровне. Безусловно. Я сейчас говорю про белорусский фильм. Но не все. Поэтому и стоит задача поставлена. У нас ограниченный эфир. Вот если в двух словах. Каким вы видите реально ближайшее будущее белорусского кино? И каким его увидят зрители? Может, вы поделитесь какими-то секретами? Что-то снимается интересное? Ну, я, наверное, скажу тогда про наш проект. Мы братья, We Brothers. Я думаю, вот этот фильм будет интересен. Это игровой полнометражный фильм. Мы сделали версию 4 серии. 176 минут. И версия полного метра. Безусловно, сначала должен быть, как американцы говорят, театрикал-релиз. Должен быть показ в кинотеатрах. Это мировая премьера. Мы планируем это быть апрель. И после того пойдет телевизионная версия 4 серии. Я надеюсь, что, во всяком случае, американские критики... Мы делали много скринингов, просмотров. Я получал много обратной связи. Они все понимают, о чем фильм. Они заинтересованы. И есть предложение от ряда дистрибьюторских компаний. Сергей, прорекламировали. Когда мы его увидим? Я думаю, что это апрель. Может быть, май. 15-го года. Что Беларусь фильм, что национальный наш кинематограф? Мы ждем выхода на экран. Мы тоже волнуемся. У нас серия «Госграница» выходит. Это продолжение советского сериала. Это новый сезон. Новый сезон. У нас один фильм снят. Сейчас еще два фильма завершаются. Завершается в работе Александра Бутер, которая является автором фильма «Белый рост». «Возвращение». Она сделала сейчас «Сладкое прощание веры». Картина, которую мы покажем на день 90-летия белорусского кино. Мы сделаем такой предпремьерный показ. Ну и я уже говорил, телевизионные сериалы, которые должны выйти к зрителю. Потому что я знаю, что мы уже продали на первый канал этот проект «Волчье солнце». Я вчера получил документы, подтверждающие продажу. Для нас, понимаете, мы готовы показывать премьерно на белорусских телеканалах. Но по условиям мы должны продать право первочередного показа премьеру. Продать тому, кто больше платит. Такая стоит задача. Мы на эти деньги, которые получаем от продажи, живем. Может быть, не хватает определенных маркетинговых усилий белорусскому кино даже у нас в Белоруссии? Да, не хватает. И не только маркетинг, не хватает промоушена, понимание. Не хватает изначально запланированного бюджета на хороший пост-продакшен с промоушеном, с фокус-группами. Кстати, я немножко переблюсь, потому что мало времени осталось. Вы знаете, сколько стоит в среднем вывести среднеамериканский фильм в кинопрокат? Непроизводственный бюджет. Я могу представить их бюджеты. Наверное, десятки миллионов долларов. 38 миллионов долларов в средний бюджет. Это 2000-е годы. При этом в производстве картина может стоить сравнимую величину, а может в два раза меньше. Но они и зарабатывают на этом. Не всегда. Не всегда, но часто. Давайте понимать это, что не каждый фильм. Да, я понимаю. Давайте мы американский кинопрокат. Давайте российский возьмем. Давайте российский. 100 фильмов снимается для кинопроката, а 7 из них себя окупают. Вот вам история с российским кинопрокатом. В российском кинопрокате для того, чтобы вывести фильм в кинопрокат на 800 копий, нужно 2 миллиона долларов. Понятно. Дорогие друзья, все-таки спасибо, что зашли. Мы увидели представителей государственного беларусьфильма, частного бизнеса, киноиндустрии. Смотрите беларусское кино. Можете два слова нашим зрителям напоследок буквально. Что они должны сделать, чтобы наше беларусское кино было интересным? Сами зрители. Они должны просто ходить на него. Или может они какие-то идеи вам должны подталкивать? Я бы, знаете, сказал так, что нужно начинать любить свое. Замечайте, что в Беларуси что-то хорошее происходит. И начните с себя. Начните любить себя, свое беларусское, и все получится. Ну, это правильно. Потому что поддержка своего, это значит, ваши дети, ваши внуки, ваши соседи могут стартовать в этой сфере. И могут добиться, и кто знает, и получить того же вожделенного Оскара, о котором мы сегодня говорили. Это все дело будущего, а будущее это вы. У нас, к сожалению, знаете, у нас больше критики. Особенно на этапе производства. Нет пророков в своем отечестве. Да, нет пророков в своем отечестве. Это хорошая фраза. Больше к славянскому относится. Но у нас больше критики. И даже если мы возьмем Украину, они все равно поддерживают больше своих, понимаете. Я уже молчу про американцев. Даже если это будет не очень хорошо, они все равно поддержат и скажут, ты молодец. И вот нужно нам тоже стараться друг друга поддерживать. Спасибо. Поддерживайте Беларусское кино. И до встречи в следующую среду в рамках нашей онлайн-трансляции проекта телевизионного «Твое сегодня». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова